Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о одной скрытой папке Windows, о которой мало кто знает, но которая хранит много интересной информации о том, что происходило на компьютере. Эта папка расскажет о том, что вы открывали в последнее время, это файл и папки. А также через эту папку вы можете вычислить постороннюю активность на вашем компьютере, если им пользуется кто-то еще. Также вы можете найти активность вирусную, если у вас на компьютере есть вирусы. Ну и можете найти потерянные уже давным-давно файлы, которые вы не можете найти на компьютере, а они на самом деле все у вас еще хранятся. В общем, будет интересно. Поехали! Эту папку на самом деле найти очень легко. Для этого нам нужно нажать комбинацию клавиш WinR. Win это кнопка, на которой нарисовано окошко Windows. И нажимаем кнопочку R. В данном случае вот такое у нас появляется окно. Далее в нем мы пишем английскими буквами. Вот так это будет выглядеть. Ничего сложного, смотрите. Нажимаете кнопочку ОК и у вас открывается вот такая вот папка, в которой можно посмотреть все то, что вы открывали в последнее время на данном компьютере. Здесь можно все отфильтровать по дате изменения и посмотреть, что именно открывалось. Вот, например, последняя у меня 2011-20-го года. То есть я, в принципе, периодично пользуюсь этой операционной системой и что-то на ней открываю. Я открываю на ней некоторые файлы, я открываю некоторые системные, может быть, там управление, административные настройки. Вот, например, открываю компьютер, настройки определенные, какие мне нужны, чтобы вам что-то показать. Есть архивы. Но, как вы видите, здесь маленький набор файлов, инструментов, которых я открывал, потому что это виртуальная машина. И в данном случае здесь я не открывал много чего интересного. Ну, а у меня есть мой компьютер, на котором этих файлов будет больше. Естественно, у вас этих файлов тоже будет больше. И благодаря им вы можете посмотреть, что вообще происходило на вашем компьютере и что вы на этом компьютере делали. Вот, например, непонятно, что это за ярлык такой. Kaggle Check. Обратите внимание, ссылка на интернет. И, соответственно, мой компьютер куда-то выходил в интернет по непонятной какой-то ссылке. Это уже стоит задуматься о том, что происходило на вашем компьютере. И, соответственно, вы можете посмотреть, что именно компьютер делал, возможно, сам от вашего имени. То есть, все это происходит в вашей учетной записи. То есть, обратите внимание, здесь будет подпись вашей именно учетной записи. У меня это спец, у вас это любая другая учетная запись. Ну, и здесь можно посмотреть, какие архивы открывались, какие файлы открывались, какие папки открывались. По этому можно, в принципе, определить, есть ли у вас, например, вирусная активность на вашем компьютере. То есть, если вы видите здесь какие-то архивы, вот, допустим, у меня есть архив Flash Project, я показывал видео по поводу того, что делать с Flash. Так вот, если вы видите здесь какие-то архивы, которые открываются, например, из папки Temp, а вы можете вот посмотреть, куда ведет данный архив. То есть, в данном случае, если мы нажмем на правой кнопкой на любом из этих файлов и посмотрим открыть расположение папки. То есть, в данном случае мы увидим, что у нас расположение папки – это загрузки. То есть, это то, что я загружал. Но тут, может быть, не все загрузки. Вот, к примеру, если мы нажмем здесь, то мы посмотрим, где это расположение файлов и не увидим. Это уже очень странно, потому что, если вы что-то запускали, то это должно быть где-то расположение каких-то элементов, которые хранятся на вашем компьютере. Если этих элементов уже нет, они либо удалены и они были созданы временно, а это вполне может быть себе вирусной активностью. Ну, кроме того, вы можете здесь посмотреть, если у вас, например, компьютером пользуются не только вы, а еще и другие люди, и у вас у всех одна учетная запись. Хочу обратить именно на это внимание, что у вас должна быть у всех одна учетная запись, то есть все под одной учеткой пользуются. То, соответственно, вы можете посмотреть, кто что делал на компьютере за последнее время. Ну, так можно вычислить детишек или, наоборот, родителей, кто чем занимался и так далее. Конечно, разбирать конкретно, какие файлы и что здесь делают, я не буду. Вы можете на каждом из ваших файлов прократить правой кнопкой, посмотреть, где этот файл находится. Либо вы можете просто два раза клацнуть, и у вас спокойно запустится то, что запускалось в момент, когда вы использовали данную настройку. То есть если вы, например, использовали настройку «Центр управления сетями и общим доступом», то, значит, это вы делали и ничего страшного нет. Но если у вас там много различных выполнялось настроек, и вы этого не делали, то это уже стоит обратить внимание на то, что, возможно, на вашем компьютере поселились вирусы. Либо поселились вирусы, другие люди, которые просто занимаются не очень хорошими вещами на вашем компьютере. В общем, вся эта информация может быть вам полезна. Устал мучаться с пиратской Windows 10 Pro? Активация постоянно слетает? Компьютер глючит и ведет себя странно? Или ты просто хочешь, наконец-таки, легализировать свой компьютер? Купи лицензию на Windows 10 Pro раз и навсегда, и больше никогда не мучайся. Цена всего 1300 рублей или 18 баксов. Заходи в группу «Спецкомп», в раздел «Товары», нажимай на товар Windows 10 Pro. Клацай на «Показать полностью». Здесь ты можешь прочитать все о товаре и как его можно купить. Если вдруг очень сильно сомневаешься, можешь почитать комментарии за последние 3 года. Тут уже 920 комментариев от довольных покупателей. Ну а если по каким-то причинам вы не хотите, чтобы ваш компьютер собирал эти данные о вас, и не хотите, чтобы это все где-то скапливалось и собиралось, чтобы никто не мог об этом узнать, то вы можете все это дело отключить. Все это делается очень-очень просто. Опять-таки, вы можете нажать кнопочку «Win Air» и здесь набрать «GP Edit». Работает это только на операционных системах Pro-версии. То есть 7, 8, 10, только Pro или 7 Ultimatum. Вот так вот будет выглядеть «GP Edit MSC». И опять-таки нажимаем кнопочку «Ок» и у нас открывается редактор локальной групповой политики. Вот здесь можно увеличить немножко, чтобы было видно, что мы будем менять. Далее нас интересует конфигурация пользователя, то есть вот эта часть. Нам нужно будет перейти в административные шаблоны, вот здесь вот открыть их. Далее в административных шаблонах находим меню «Пуск». Вот оно меню «Пуск». И вот здесь уже будем сейчас менять вместе с вами определенные параметры, которые нам необходимы. Значит, что нам нужно будет выбрать? «Очистить журнал недавно открывшихся документов при входе». Значит, здесь сейчас это все не стоит. Значит, нажимаем кнопочку «Изменить» и нажимаем кнопочку «Включить». То есть после каждой перезагрузки ваш журнал будет очищен. Соответственно, вот этот журнал будет храниться только в момент, когда у вас сессия. То есть пока идет сессия, этот журнал есть. Как только вы выключили компьютер, после следующего включения этот компьютер у вас будет полностью очищаться. Нажимаем «Применить» и «Ок». Далее, значит, очистка списка недавно использовавшихся программ. То есть в данном случае я буду просто показывать уже, какие именно нужно включать параметры. Нажимаем «Ок». Но, в принципе, все то же самое, что и по первому параметру. Так что объяснять я уже подробно не буду. Значит, очистить уведомления на плитке при входе. То же самое. «Изменить». Вот здесь вот. «Включено». «Применить». «Ок». Удалить список недавно добавленный из меню «Пуск». Изменить. Включено. Применить. «Ок». Далее. Удалить список часто используемых программ в меню «Пуск». Изменить. Выключено. Применить. Отключить слежение за действиями пользователя. Вот здесь вот. Свойства. Изменить. Включить. Применить. «Ок». Не хранить сведения о недавно открывшихся документах. Вот здесь свойства. Изменить. Включить. Применить. «Ок». Удалить меню «Недавние документы» из меню «Пуск». Изменить. Включить. Применить. «Ок». Не отображать и не отслеживать элементы в списках переходов из удаленных положений. Изменить. Выключить. Применить. «Ок». Так, ну что ж, вот мы и сделали все, что нам необходимо для того, чтобы вы могли полностью избавиться от того, что за вами немножко прослеживает. И вот эту всю информацию теперь компьютер не будет собирать. То есть он не будет создавать эти все папки, где будет показывать, где что вы делали в последний раз. Хочу сразу сказать, что некоторые, наоборот, пользуются данной функцией, чтобы быстро открывать то, чем они раньше пользовались. Чтобы не надо было искать там по компьютеру, где что лежит. То есть многим это нужно. Если вам это не нужно, вот это все дело отключаете. И, соответственно, ну точнее, в данном случае надо включить, чтобы это все не работало. И в данном случае компьютер не будет собирать именно эти данные о вас и не будет составлять никаких списков о том, что вы делали на компьютере, что вы открывали, какие архивы открывали, куда вы переходили. В общем, вот так это все отключается. Вот такое вот получилось небольшое коротенькое видео, которое может объяснить вам, что происходило на вашем компьютере. Надеюсь, оно было вам интересно. Не забывайте о том, что на моем канале есть целая куча видео по поводу настройки Android и Windows. Здесь вы можете посмотреть различные видео на различные темы, различные настройки, оптимизации, ускорения и так далее. Все это есть на моем канале. Ну и если мои видео нравятся, можете подписаться на канал. Когда будете подписываться, рядом будет колокольчик. Клацайте на него два раза, чтобы получать уведомления о том, что вышло мое новое видео сразу после выхода видео. Ну а на этом всем пока.